Никита Белоголовцев подготовил сюжет о том, какую роль футбольные болельщики играют в националистическом движении в России и в других странах мира. Никита, пожалуйста, тебе слово. Да, Олег, привет еще раз. Но действительно о роли футбольных фанатов в националистическом движении говорилось много. И после погрома в Бирюлеве, где футбольные фанаты приехали второй волной, особенно об этом много говорилось на фоне событий в Ярославле. Я напомню, там спартаковские фанаты на трибуне после погромов и драк с ОМОНом растянули флаг с нацистской символикой. Давайте вспомним, как это было. К сожалению, это не впервые, когда футбольные фанаты, в частности фанаты Спартака, оказываются среди людей, приближенных к националистическим или даже нацистским кругам. Сам московский Спартак, к сожалению, не единственная команда России, болельщики которых периодически подразумеваются или, ну, скажем так, встречаются с ультраправой тематикой. В подобные обвинения зачастую адресуются и фанатам питерского «Зенита» известный слоган или лозунг «В цветах «Зенита нету черного». Это лозунг виража самой ультрарадикальной части питерских трибун. Действительно, за питерский «Зенит» никогда не играл футболист с черным, очевидно черным цветом кожи, и болельщики этим гордятся. Зачастую с питерскими фанатами возникают скандалы, когда в их цветах или, ну, скажем так, на их флагах появляется так называемая руна Адал. Давайте посмотрим на эти фотографии. Что это такое? Это руна, которая имеет древнекельтское происхождение, и футбольные власти считают, что эта руна имеет отношение к националистическим или ультраправым движениям. Она, как таковая, не запрещена ни в одной стране мира, как, ну, свастика, например, или другие фашистские атрибуты. Однако именно из-за этой руны, например, возник огромный скандал на матче питерского «Зенита» и махачкалинского «Анжи». Дело было в Махачкале, и тогда фанаты дагестанского клуба, заметив вот этот флаг, ко второму тайму пошли его снимать. Возникла заваруха, ну и дальше драка с полицией местной. И сами фанаты питерского «Зенита» говорят, что это часть нашей истории, часть истории северо-запада Руси, где использовались руны и отрицают категорически какую бы то ни было связь с национализмом. Однако от этого, ну, например, тот же самый лозунг «В цветах «Зенита» нету черного» не становится менее актуальным. Впрочем, российские футбольные фанаты, если относятся к ультраправым, то скорее показательные. А вот, например, свою связь с ультраправым движением никак не отрицают фанаты футбольного клуба «Карпаты» из Львова. Львовский стадион совсем недавно был дисквалифицирован у ЕФА на два года. В чем же дело? Дело в том, что во время матча сборной Украины против «Сан-Марина» на трибунах появлялись, во-первых, националистические, во-вторых, как заявил официальный представитель ЕФА, фашистские и расистские символы. Но в чем здесь дело? Действительно, фанаты львовских «Карпат» никоим образом не отрицают и не скрывают свою связь с националистическими западноукраинскими организациями. На трибунах Львов-арены традиционно появляются портреты Степана Бендеры, других украинских националистов. Также символика дивизии СС Галичина, которую во Львове некоторые, но в том числе и фанаты, считают скорее национальными героями, нежели частью, которая воевала на стороне фашистов во Второй мировой войне. В результате, как я уже говорил, дисквалификация на два года. Впрочем, это далеко не самое страшное, что может случиться после выступлений националистически настроенных фанатов. В Сербии, ну а точнее в бывшей Югославии, после столкновений фанатов, как многие считают, началась война Хорватии и, ну, тогда еще Югославии. Дело начиналось на так называемом матче смерти. В гости к Динамо Загреб в конце 80-х приехала Цервена Звезда. Кстати, фанаты Цервена Звезда очень дружат с фанатами Спартака. В результате, уже на 10-й минуте матча начались побоище, столкновения фанатов между собой и с полицией. Особая пикантная деталь. Правопорядок на стадионе охраняли сербские полицейские, и поэтому для хорватов ультрарадикальной группировки Blue Bad Boys 3B было принципиально важно драться именно не только с сербскими фанатами Цервены Звезды, но и с сербскими полицейскими. Ну и последняя фотография, которую вы видели, где футболист бьет ногой полицейского. Этот снимок стал, ну, просто объектом едва ли ненациональной гордости хорватов. Дело в том, что на этом снимке изображен футболист Звонимир Бобан. Это невероятно популярный футболист Хорватии. Один из самых популярных футболистов Хорватии вообще за всю историю. Андрей Аршавин, по сравнению с ним, ну, вообще никто по уровню популярности в своей стране. И когда Бобан ногою ударил полицейского, это многими было воспринято как знак того, что и популярные люди тоже на нашей стране. Хорватские националисты трактовали именно так. Кстати, по забавному стечению обстоятельств, вот этим полицейским, который получил удар, вообще оказался мусульманин-боснец. Он через несколько лет прилюдно Бобана простил. Однако война, как многие считают, вот, началась именно после этих событий. Эти события стали отправной точкой для полномасштабного военного конфликта. Чуть спокойнее, без военных конфликтов, но с очень жесткими столкновениями болельщиков. Все происходит на севере Европы. Там самые ультраправые — это фанаты голландского клуба «Фейнорд». Извечное противостояние с Аяксом. Амстердам — мультикультурный город, а Роттердам, откуда Фейнорд и его фанаты, — это рабочий город, гораздо более бедный. Регулярно с ультраправыми лозунгами фанаты Роттердама приезжают в Амстердам и устраивают там побоище. На юге Европы ультраправые команды и ультраправые болельщики появлялись в основном из-за роли диктаторов. Ну, например, римский Лацо, фанатом которого был Муссолини. С тех пор фанаты Лацо традиционно относят себя к ультраправым радикалам. И их настоящий кумир — это футболист, ныне тренер Пауло Диканио. Он еще в бытность воспитанником Академии футбольного клуба Лацо был членом фан-движения «Ирредучибели». Это самые радикальные фанаты Лацо, которые также не скрывают своих ультраправых и даже открыто говорят об этом фашистских взглядов. Когда Диканио играл за Лацо, он не раз приветствовал их тем, что он сам называет «римское приветствие». Но мы больше это знаем как «фашистское приветствие». Тогда Диканио, когда его дисквалифицировали, сказал, «А почему же я не могу приветствовать своих сограждан, жителей Рима, тем же знаком, которых приветствовал их император Рима?» Так же, как он общался со своими легионерами. Эту бравую тираду в Итальянской Федерации футбола не услышали. И за этот римский салют, салюто Романо, Диканио был дисквалифицирован на несколько матчей. Когда он стал тренером английского клуба, член Совета директоров, бывший глава британского МИДа Дэвид Миллибент, вышел из Совета директоров в знак протеста против ультраправых взглядов Диканио. Не многие знают, но также ультраправая группировка есть у Мадридского Реала. За этот клуб болел другой диктатор Франко. И именно он, по некоторым данным, сделал его ведущим клубом и Испании, и Европы Ультрасур. Так называется ультраправая группировка фанатов Мадридского Реала. На некоторое время, на несколько лет им закрывали доступ даже на южную трибуну стадиона Сантьяго Бернабеу. И сейчас самые радикальные члены этой группировки на стадион попадать не могут. Ну а фотография, которую вы, скорее всего, сейчас увидите, это снимок, где Роберто Карлос дарит свою футболку лидеру этой группировки, одному из самых ярких ультранационалистов Мадрида. Роберто Карлос потом раскаивался в этом поступке. Он говорил, что я не знал Роберто Карлос, который подвергался расистским выходкам в России дважды. Причем вот так вот случилось, оказался запечатлен на одном снимке. Мадридский Реал приносил официальные извинения после того, как эта фотография появилась. Ну и после того, как люди, которые точно так же вскидывали руки в нацистском приветствии, попали в официальную трансляцию матча. Реал, кстати, вот в этой встрече обыграл Рассинг со счетом 5-0. Вот такая карта ультранационалистических, ультраправых футбольных болельщиков различных европейских клубов. Спасибо, Никита Белоголовцев, о том роли футбольных болельщиков в национальном движении разных стран.